Русские новости 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 Чем работают? Лопатой снова работают у нас в сельском хозяйстве. На своих приусадебных участках ковыряются мотыгой, ковыряют землю. Далее, вот очень важно производство кузнечно-прессовых машин РССР и Российской Федерации. Снова видим до 1975 года рост, затем в связи с ростом производительности труда, введением новых технологических линий, падение в количествах штук, а потом в 1990 году крах и на сегодняшний день ноль. Снова ноль, как при Ельцине, так и при Путине. Производство башенных кранов грузоподъемностью 5 тонн и выше, то есть то, что требуется для крупного строительства. 1990 год, крах, потом попытка что-то сделать, опять крах и, можно сказать, из нуля так и не вышли. Производство не состоялось, потому что, а кому оно нужно при воровском режиме, зачем предпринимать какие-то усилия для налаживания производства. Производство кранов на автомобильном ходу. Тоже очень важно, но для менее масштабного строительства. Видим рост, потом стабильное состояние 1975-1990, в 1990 году крах, потом попытка из этого краха выйти дважды и оба раза неудачная. Можно сказать, что производство отсутствует. То же самое производство кранов мостовых, электрических, включая специальные. Где-то с 50-х годов рост, стабильность и крах. Из этого краха никто и не собирался выходить. Производство, можно сказать, отсутствует. Мы, наверное, пройдемся по всем графикам, чтобы не пропустить ничего. В том числе и тех отраслей, где можно увидеть какой-то иллюзорный рост. Производство бульдозеров в Российской Федерации тоже дорожное строительство, жилищное строительство, производственное строительство, как без бульдозеров. Вот так. Сначала рост, потом в 1990 году крах. И на сегодняшний день почти ноль. Почти что ничего. Доживает, можно сказать, российская промышленность в этом направлении свои последние годы. Производство автогрейдеров. То, что нужно для дорожного строительства. Ну, здесь то же самое. Спад, объяснимый увеличением мощности этих грейдеров новыми технологиями. Больше производительности. Потом в 1990 год. Крах. 90, 91, 95. Там крах. И продолжение плавного падения, уничтожения отрасли. Производство экскаваторов. Тоже нечего объяснять. Рост с 1950 по 1975. По 1990 год относительная стабильность. Потом крах. И почти ноль. Транспортное машиностроение. Производство грузовых магистральных вагонов. Ну, вот здесь мы можем увидеть, что здесь какой-то всплеск произошел. Не очень стабильный. Начиная с 2000 года. В 1990 году-то все равно крах произошел. А потом какой-то всплеск производства грузовых магистральных вагонов. Чем он обусловлен, трудно сказать. Производство пассажирских вагонов. То же самое. Крах 1990 года. Потом выход из этого краха. И потом новый крах. Я думаю, что и по предыдущему графику тоже в ближайшее время будет крах. Потому что, ну, наверное, не нужны ни пассажирские, ни транспортные перевозки в Российской Федерации. Это все лишнее. Рабочий парк железнодорожных вагонов России. По двум параметрам. Грузовые и грузовые груженые. То есть одни порожняком ездят, другие груженые. Ну, вот что здесь видим. То же самое. С 1990 года крах. Попытка выйти из краха. И попытка, можно сказать, так и не состоявшаяся. Рабочий парк вагонов вдвое меньше, чем он должен был бы быть. И вот получается, как это производство выросло. А куда девались вагоны, непонятно. Видимо, ушли на экспорт. Зачем они для России? Производство локомотивов. То же самое. Рост, относительная стабильность. Потом какой-то кризис в 50-е годы. Потом крах 90-х годов. И с 2000-х попытка поднять. Тепловозы и электровозы. Попытка поднять. Ну, вот здесь, можно сказать, что-то относительно восстановилось. После тяжелейшего краха. Можно сказать, что локомотивы и тепловозы, и электровозы начали производиться примерно на том же самом уровне. Производство легковых автомобилей в Российской Федерации. Мы видим бурный рост с 70-го года. С 75-го по 90-е относительная стабильность. Потом небольшой спад. И рост. С чем это связано? Это связано с введением отверточных производств. Вот какие-то тут странные спады. Видимо, связанные с техногенными катастрофами, о которых нам не очень-то сообщают. Помните, как-то КамАЗ сгорел. Но это было все-таки несколько пораньше. И не для легковых автомобилей. И вот мы смотрим как раз производство грузовых автомобилей. Опять рост, относительная стабильность. И крах 90-го года, из которого так и не вышли по сегодняшний момент. В этой отрасли все продолжается, как и было. Производство автобусов Российской Федерации и РФ. В тысячах штук. Рост, стабильность. А потом опять рост. Рост, начиная с 95-го года. Производство автобусов. Вот каким-то образом производство автобусов сначала выросло. И с 2000-го года, можно сказать, обрушился. На сегодняшний момент от этого успеха не осталось ничего. Производство троллейбусов. Ненужные троллейбусы. Видим рост. В 90-е годы крах. И дальше попытки выйти из этого краха, до сих пор не увенчавшиеся успехом. Первичная переработка нефти. Ну, здесь нефтью-то для того, чтобы продавать ее за рубеж, конечно, все нормально. Но вот с переработкой в 90-е годы мы видим крах. Потом относительный рост. Ну, примерно вышли на какие-то вот на уровень. Приблизились к уровню 90-го года. Приблизились только. Но что это нам дает? Дает ли это промышленности? То есть, это вот кровь промышленности, нефти, нефтепродукты. Что-то дает этой промышленности? Мы видим пока, что промышленность уничтожается. Может быть, этими нефтепродуктами стали торговать за рубеж. Производство автомобильного бензина. Мы видим, относительно все в порядке. Только цена бензина стала запредельной. И те люди, которые его производят, становятся сверхбогатеями. Можно сказать, ограбив всю страну. Ограбив производство и граждан, которые владеют легковыми автомобилями, личным транспортом. Производство дизельного топлива. Тоже, как и в предыдущем графике, мы видим крах 90-го года. Потом постепенный выход из этого краха и приближение к уровню 90-го года. Производство топливного мазута. Тоже крах 90-х годов. Медленная попытка выйти из краха, не увенчавшаяся успехом. Производственные мощности первичной переработки нефти в Российской Федерации. Миллион тонн. Здесь практически все одно и то же. Небольшое снижение. Мощности переработки остались примерно теми же, с небольшим падением. Вот производство уже новой технологии. Можно сказать, из эпохи нефти мы выходим, как раньше вышли из эпохи угля. Вот производство новых материалов, синтетических волокон и нитей. Крах 90-х годов, это химические волокна в тысячах тонн, и из них синтетические, нижний график. Мы видим крах 90-х годов, который не преодолен, и никто не собирался его преодолевать. Вот несколько другая ситуация с производством синтетических смол и пластических масс. Здесь после краха 90-х годов произошел существенный рост. Редкий случай, когда начиная с 95-го года происходит рост в этой отрасли. Но здесь тоже ничего особенного не изменилось. Как этот рост начался, видимо, новые технологии были использованы еще тогда, в 80-е годы. Сейчас они просто продолжают развиваться в том же направлении, которое было и предпринято. Производство минеральных удобрений. Крах 90-х годов, а перед этим видим, какой существенный рост. И выход из этого краха в течение вот этих с 95-го года, если считать, не с 90-го, но давайте с 90-го года. 25 лет мы выходим из этого краха. Примерно производим сейчас столько, сколько и было. Поставка минеральных удобрений сельскому хозяйству. Мы поэтому видим, что минеральные удобрения, видимо, продаются за рубеж. А вот в сельское хозяйство практически ничего и не попадает. Крах 90-х годов и медленный выход из этого краха, который так и не состоялся. То есть минеральные удобрения, если и стали производить больше, то производим для продажи за рубеж. Производство серной кислоты в моногидрате в миллионах тонн. Рост, крах, попытка выхода. Производство серной кислоты и каустической соды. Рост, крах, попытка выхода. Так и не состоявшаяся, так и не произошедшая. Тоже очень типичный график производства салициловых и сульфиламидных лекарственных препаратов. Были нужны, производились в Советском Союзе. Потом крах и ноль. Не нужны лекарства. Не нужны отечественные лекарства, поэтому ноль. Выпуск антибиотиков и витаминов. Верхний график антибиотики, нижние витамины. Рост, крах и продолжение этого краха в настоящее время. Все только импортное. Производить современные лекарства Ельцинско-Путинская Россия, или Российская Федерация точнее, не может. Производство пиломатериалов. Рост, стабильность, крах. Крах никак не преодоленный. Производство клееной фанеры. Рост, крах, выход из этого краха, увеличение производства стали больше строить из фанеры. Ну, зачем нам корпусная мебель, например. Пусть будет из ДСП, из фанеры. Мы все строим из фанеры. Поэтому производство фанеры растет. А вот следующий график. Производство деревострожечных плит. Та же самая ситуация. Рост, крах, выход из ситуации краха в течение 20 лет. Можно сказать, что это успех, но если учесть, что лес-кругляк продают за рубеж, а вот всякие отходы продают нам в виде мебели, то, наверное, вот эта стратегия, которая заложена была еще в Советском Союзе, унижение российского потребителя, просто продолжается. Производство древесно-волокнистых плит. Рост, крах, выход из краха в течение 20 лет. Производство целлюлозы в РСФСР. Опять, рост, крах, 25 лет, выходим из краха, еще так и не вышли. Производство бумаги. Стабильный рост, крах, выходим из краха, не очень получается. Производство картона. Абсолютно такая же ситуация. 25 лет, никак не выберемся из ситуации катастрофы. Производство цемента. Ключевой момент, связанный с строительством. Рост, крах, пытаемся выйти, где-то на уровне 80% вышли, так еще и не преодолели. Этот крах, 25 лет прошло. Производство строительного кирпича. То же самое. Рост, стабильность, крах так и остались на прежнем уровне. Примерно треть или чуть больше от исходного уровня 90-го года. Производство сборных железнобетонных конструкций и изделий в миллионах кубометров. Рост, крах и никакого выхода из кризиса. Производство азбоцементных труб и муфт. Тысячах километров условных труб. Рост, крах и никакого выхода из краха. Производство мягкой кровли. Рост, крах и так они вышли из кризиса. Производство шифера азбоцементного. Рост, крах, выхода не предвидится, идет дальнейшее падение. Производство оконного стекла. Тоже рост, стабильность, крах, попытка выхода. Пока неудачная. Производство хлопчатобумажных тканей. Рост достаточно быстрый, потом достаточно медленный. Потом катастрофа 90-х годов и колебания, можно сказать, ниже плинтуса. Производство льняных тканей. Производство льна было в России. Российская империя была, можно сказать, впереди планеты всей. Мы здесь видим в советский период рост. Крах, связанный с войной. Все понятно. Потом быстрый рост, крах 90-х годов. И этот крах продолжается. Ничего не изменилось. Что Ельцин, что Путин, все равно. То же самое производство тканей. Шерстяные ткани, верхний график. Шелковые ткани, нижний график. Рост достаточно быстрый. Потом относительно медленный. Потом крах 90-го года. И никакого выхода из краха. Производство трикотажных тканей. Быстрый рост, начиная с 45-го года. Крах 90-го года. И никакого выхода из краха. То же самое производство челочно-носочных изделий. Рост крах. И что Ельцин, что Путин, все равно. Никакой разницы нет. Далее. Производство обуви в Российской Федерации. Тоже после краха некоторый рост на уровне плинтуса. Но это связано, видимо, только с завозом иностранных станков, иностранного сырья. Не нужна обувь. Не нужно производство в Российской Федерации. Производство детской и спортивной обуви. То же самое мы видим. Как-то вот советская власть занялась спортивной обувью. И вот где-то с 80-го по 90-е годы очень большой рост произошел. А потом 90-й год катастрофа. И не нужно производить ни детской обуви, ни спортивной обуви. Переходим к производству пищевых продуктов. Тоже показательные вещи. Производство говядины и телятины в убойном весе. 90-е годы крах. И так на этом уровне падения примерно вдвое мы и остались. Производство свинины в убойном весе. То же самое. 90-е годы крах после достаточно высокого уровня производства. И попытка подняться, начиная где-то с 2005 года в течение 10 лет. Но до прежнего уровня так и не добрались. Ну зачем свиноводство такое? Сложное дело там же. Извините, надо дерьмо подбирать за свиньями. Да и за коровами тоже. Грязно это все дело. И колхозники уже не хотят работать по колено в навозе. И предприниматели тоже, когда их душат налогами и всякими проверками. Производство баранины-козлятины. Ну не очень традиционное для России производство. Поэтому не особенно нас волновало падение этого производства в советский период. Но в 90-е годы еще ниже производство стало и до сих пор не восстановилось. Производство птицы в хозяйствах всех категорий. Миллионах голов. Рост, крах сейчас где-то с 2005 года. Попытка выйти из краха. Производство мяса птицы в убойном весе. Вот тут у нас было в миллионах голов, в убойном весе более красивый график, по крайней мере для Путина. Тоже после стабильного роста советского периода, крах 90-х годов. С 95-го года начинается рост, с 2005-го года еще более стремительный рост. То есть птицы стали покрупнее. Поголовье не увеличилось, зато увеличились тушки. Ну вот производство действительно выросло примерно вдвое. Вот это, наверное, единственный впечатляющий успех. Можно какую-то медаль сделать с изображением курицы и вручить Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. Вот в этом они преуспели. Мясо птицы, все это, видимо, для них самое главное в жизни. Производство цельномолочной продукции. После стабильного роста советского периода, крах 90-х годов. И так из этого краха не вышли, и, можно сказать, выходили в 90-е годы быстрее, чем в 2000-е и последующие. Производство животного масла, тысячах тонн. Стабильный рост советского периода, выход на достаточно высокий уровень, крах и продолжение неизбежного падения, сползания в пропасть. Что Ельцин, что Путин, все равно и здесь. Производство растительного масла. Вот здесь тоже проблем нет. После 2000-го года начался какой-то невероятный рост производства растительного масла. Столько не потребляли в советский период, просто удивительно. Не знаю, к чему бы это, но, значит, вот, видимо, вторая медаль Путину и Медведеву за производство растительного масла. Ну, а за остальное к стенке. Производство хлеба в Российской Федерации. Крах 90-х годов. И этот крах продолжается в виде медленного сползания. Хлеб, традиционная пища для русских людей. Производится все меньше и меньше. Производство макаронных изделий. Крах 90-х годов. Вот почему-то по макаронным изделиям стали выходить на прежний уровень достаточно быстро. А вот производство крупы. Ее и в советский период все время не хватало. А теперь и совсем не нужно производить. Все завозится из-за рубежа. Производство молока всех видов. В хозяйствах всех категорий. Стабильный рост, крах и примерно на треть или даже большее падение, которое ничем не компенсировано. И нет никаких признаков того, что будет когда-нибудь компенсировано при этой власти. Производство и продажа папирос и сигарет. Вот тут вот никаких проблем нет. В советский период после относительного роста стало падать производство и продажа папирос и сигарет. Ну а с 95-го года просто стремительнейший рост. Стремительнейший рост. Ну и отсюда стремительный рост болезней. К сожалению, таких графиков мы не имеем. Но, наверное, где-то они есть. Производство бытовых холодильников. Очень быстрый рост, начиная с 60-х годов. В 65-го года это хрущевский рост, потом стабильность, брежневская стабильность, потом ельцинский крах, попытка выйти из этого состояния. Можно сказать, вышли. Вышли за 20 лет, вернулись к прежнему производству. Но производство уже не отечественных холодильников, отверточное производство чужих моделей, не наших. Производство стиральных машин в Российской Федерации. То же самое. Рост, крах. В советский период тоже какие-то тут проблемы были. Но крах 90-х годов несоизмерим. В несколько раз более глубокий. Снова рост примерно с тем же темпом, что и начиная с 70-го года. Но тоже отметим, что это все отверточные производства, чужие лицензии. Слава богу, хоть сколько-то производим, вышли где-то на уровень 80-х годов. Производство фотоаппаратов. Здесь видим полную катастрофу. Отечественные фотоаппараты никому не нужны, хотя производство не такое уж сложное и достаточно традиционное было для Советского Союза. Известные эти марки ленинградские, там, Лома, ФЭД, Зенит и так далее. Производили, вот, не смогли. Были фотоаппараты на уровне зарубежных моделей не хуже. И сейчас производить что мешает? Ну, видимо, мешает полная неспособность даже такое производство наладить. Мы видим ноль. Ноль производства отечественных фотоаппаратов. И что при Ельцине, что при Путине. Производство часов бытовых всех видов. Крах и ноль. Не нужно. Не умеем часы производить, хотя у нас были. Вот, снесли в Москве часовой завод. Огромную территорию просто зачистили. Будет офисный центр очередной. Производство велосипедов. Кошмарный крах. Потом попытка выйти из этого краха безнадежная. Потому что тоже это производство не отечественных моделей, не отечественных разработок. Отверточное производство. Детские велосипеды. Не нужны после 90-х годов детские велосипеды. Производство, можно сказать, ликвидировано. С 2000-х годов ликвидировано полностью. Производство мотоциклов и мотороллеров. Мы видим стремительный рост в советский период. Крах 90-е годы. И отказ вообще что-либо делать в этой отрасли. В последующие годы. Что Ельцин, что Путин. Одно и то же. Производство электроутюгов. Абсолютно такая же картина. Производство электропылесосов бытовых. Ровно такая же картина. И тут не помогает даже отверточное производство. Приходится завозить все. Что Ельцин, что Путин. При Путине даже хуже, чем при Ельцине. Производство электрочайников в России. Были нужны, производились. Теперь не нужны. Производство электроплиток. То же самое. Крах. Потом производство. Потом попытка восстановить. Так и не восстановили производство. Не нужны. Включая СВЧ, кстати. Видимо, по СВЧ началось какое-то увеличение производства. За счет иностранных технологий, иностранных марок. Бытовые швейные машины. Тут понятно, что изменилась производительность, технология. Поэтому в советский период некие изменения, колебания. А теперь швейные машины в Российской Федерации не производятся. Не нужны. Производство стульев и кресел. Та же самая картина. Давайте будем завозить готовую мебель из-за рубежа, чем производить свою. Производство диванов. Та же самая катастрофа. Ну, вот диваны-кровати почему-то перестали пользоваться популярностью еще в советский период. И теперь они не нужны, видимо. И диваны-кушетки, атаманки, тахты. Та же самая катастрофа 90-х годов. И попытка выйти практически не состоявшаяся. Производство столов. То же самое. Видим, не нужны столы. Зачем мы будем производить столы, лучше завезем из-за рубежа. Производство кроватей. Та же самая попытка краха, попытка выйти из этого краха. Ничего не получается. Мебельные гарнитуры. Ну, здесь не очень понятный график. Потому что тут сначала мебельные гарнитуры просто, а потом гарнитуры, включая наборы мебельных изделий. Не очень понятно, что. То есть можно в разбивку любой комплект гарнитурный подсобрать. Вот в этом смысле не знаю. Ну, по крайней мере, мы видим по одному параметру. По гарнитурам, включая наборы. Крах 90-х годов и продолжение снижения производства. Производство шкафов. Катастрофа. Потом попытка ее преодолеть. Вот со шкафами пытаются что-то преодолеть. Но ничего не получается. Дальше смотрим. Добыча нефти. Ну, здесь вроде все должно быть хорошо. Нет. Крах 90-х годов все равно есть. И попытка выхода из этого краха и так и не получилась. Даже потому, что составляет, можно сказать, капитал олигархии. Все равно не получилось выйти на уровень 90-го года. Добыча естественного газа вместе с нефтяным. Ну, вот здесь вот Газпром. Такая суперкорпорация, в которую советские люди вложили колоссальные деньги. Вот она единственно стабильно работает. Более-менее производство, достигнутое в 90-м году, сохраняется до настоящего времени. Добыча угля. Здесь все нехорошо. Верхний график это всего, а ниже это шахты и разрезы. Теперь преимущество за разрезами, потому что проще бульдозерами счистить землю и начинать черпать просто экскаваторами. Ну, и, соответственно, убивается природа, как мы хорошо знаем. Не раз об этом говорили, что происходит в Кузбассе. Там вот именно это и происходит. Будет уничтожение совершенно уникальных природных комплексов с помощью вот этой варварской добычи угля, которая, кстати, поступает прям прямиком за рубеж. Потому что российскому производству все это не нужно. Самого производства нет. Мы убеждаемся вот на всех этих графиках, что производства как такового нет. Смотрим. Глубокое разведочное бурение на нефть и газ. В тысячах метров рост. Катастрофа 90-х годов. И эта катастрофа не преодолена. То есть нефть, газ искать перестали. То есть вот это пробное разведочное бурение перестало быть популярным. Неинтересно. Внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов. Мы видим катастрофу 90-х годов. И ничего не изменилось. То есть все прибытки, которые там возникают, все это на экспорт. То есть если внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов упало, значит мы поддерживаем производство нефти для того, чтобы переработанные нефтепродукты вывести за рубеж. Внутреннее потребление нефти и нефтепродуктов, каменного угла и природного газа. Здесь специально такой сравнительный график. Все одно и то же. Это показывает, что энергетика, которая требуется для того, чтобы крутить машины и механизмы, для производства ельцинско-путинской экономики не нужна. Все это резко упало в 2,5-3 и более раза. Доля основных топливно-энергетических ресурсов, остающихся для внутреннего потребления в РСФСР. Газ, каменный уголь, нефть и нефтепродукты. Природный газ стали продавать за рубеж. Мы видим падение довольно быстрое. Каменный уголь потребляем здесь, но тоже падение как раз в период путинского правления идет. И нефть и нефтепродукты. Стабильное падение с 90-го года. Все вывозится за рубеж. Все продается и превращается в капиталы олигархии. Производство стали ключевой момент. Видим, крах 90-х годов и попытка выйти не состоялась. Производство стальных труб. Крах, попытка выйти, относительно успешная, но до уровня 90-го года так и не дотянули. Это 25 лет прошло, напоминаю. Производство готового проката черных металлов. Крах, попытка выйти, так и не вышли на уровень 90-х годов. Производство экономичных видов металлопродукции в миллионах тонн. Сортовой холодно тянутый прокат, включая подшипниковые. Прутки холодно тянутые из железа и нелегированной стали и прочие. Верхний график, нижний график. Видим, что вот эти экономичные виды металлопродукции не нужны в России. Производство подшипников в миллионах штук. Катастрофа и продолжение этой катастрофы. Раз нет подшипников, какие могут быть машины и механизмы? Никакие. Только все покупать за рубежом и отверточное производство. Производство паровых котлов производительностью свыше 10 тонн пара в час. Тоже важнейшая отрасль производства. Катастрофа и ничего после этого не изменилось. Производство турбин в Российской Федерации РФ. Миллионов киловатт в час. Падение 90-х годов, попытка выйти и снова падение в последние годы. Турбины не нужны. Производство электрических машин крупных, в тысячах штук. Падение и продолжение падения. Производство дизелей, дизель-генераторов в тысячах штук и в тысячах мегаватт. Правая шкала в тысячах мегаватт. Катастрофа и эта катастрофа не преодолена и никто не собирается преодолевать. Грузооборот железнодорожного транспорта. Катастрофа, попытка преодолеть катастрофу, еще так и не состоявшаяся. Грузооборот внутреннего водного транспорта. Катастрофа и никому не нужен водный транспорт, как и грузооборот по многочисленным рекам Российской Федерации. Грузооборот автомобильного транспорта и парк грузовых автомобилей. Что у нас здесь? Первое это грузооборот, он упал и так и не восстановлен. Парк грузовых автомобилей резко увеличился. То есть почему-то при использовании большегрузных автомобилей перевозка не восстановлена, тонна километра не восстановлена. То есть стали ездить меньше затраты на одну единицу автомобильную. Грузооборот морского транспорта в Российской Федерации в тонна километрах. И все, катастрофа, ничего не сделано для того, чтобы ее преодолеть. То есть мы смотрим по всем отраслям, идет катастрофа и только исключительные моменты. Есть относительность стабильности. Это производство нефти, газа с увеличением направления, результатов этого производства за рубеж. И мясо птицы, и синтетические смолы. Все, что мы замечаем из каких-то позитивных тенденций. Перевозка грузов железнодорожным транспортом. Объем перевозок и среднее расстояние. Объем перевозок резко упал. Среднее расстояние, правая шкала, белыми кружочками. Наращивается, среднее расстояние увеличивается. А вот объемы перевозок упали, так и не восстановлены. Перевозки грузов автомобильным транспортом. То же самое. Объем перевозок упал, а среднее расстояние все увеличивается. То есть на все большее расстояние продолжают возить, но меньшее количество грузов. Перевозка грузов морским транспортом. Включая перевозки судами смешанного плавания река-море. Катастрофа и ничего не изменилось. Протяженность и перекачка магистральных нефти и нефтепродуктопроводов. С нефтью перекачка все понятно, а нижний график падения и попытка восстановления относительно успешный. С нефтью у нас все успешно, поскольку перекачиваем за рубеж, соответственно нефтепроводы должны содержаться в порядке. Перевозка грузов авиационным транспортом упала и не восстановлена. Перспектив восстановления нет. Пассажиры оборота автобусного транспорта. Падение и это падение продолжается. Пассажиры оборот внутреннего водного транспорта. Все упало и не подлежит восстановлению. Пассажиры оборот морского транспорта общего пользования миллиардов пассажира километров. Падение и ноль. Ненужные перевозки морские. Пассажиры оборот таксомоторного транспорта. Падение и, можно сказать, ноль. Таксопарки были ликвидированы, сам знаю, по Москве, как ликвидированы были таксопарки Это злонамеренное деяние было, преступление, говорила Попова и Юрия Лужкова Теперь относительное восстановление таксоперевозок происходит в Москве Но зато личным транспортом все труднее ездить, потому что глупости Собянина Они просто уже запредельны, эти платные парковки, выделенные полосы для общественного транспорта И полосы, выделенные для движения велосипедистов, которых в Москве вообще никогда не было Ну, соответственно, пробки никуда не делись, они стали все более густые Перевозки пассажиров с железнодорожным транспортом падения примерно вдвое И так восстановить ничего и не удалось Перевозки пассажиров с железнодорожным транспортом пригородного сообщения Падение и продолжение падения Мобильность населения резко уменьшилась, резко уменьшилась в сравнении с советским периодом Перевозки пассажиров воздушным транспортным в миллионах человек. Верхняя графа всего. Внутренние рейсы, следующий график, и нижний график зарубежной рейсы. Падение, постепенное восстановление. С авиаперевозками все более или менее восстанавливается, но восстанавливается за счет перевозок на самолетах иностранного производства. Перевозки пассажиров троллейбусами. Левая шкала – это количество человек, черные точки и парк троллейбусов. Белые точки. Парк троллейбусов не изменился, закупаем за рубежом, поскольку свои не производим. А перевозки в количествах людей резко упали и не будут восстановлены в ближайшее время. Производство гражданских самолетов и вертолетов – это то, что как раз касается всяких перевозок. Самолеты – катастрофа, вертолеты – катастрофа. Никаких перспектив восстановления нет. Можно сказать, что производство самолетов, но это, видимо, имеется в виду все-таки не военные. Военные-то, может, еще и производятся. Хотя тоже, если проверить, просто невозможно проверить в силу государственной тайны. Думаю, что там тоже такая же катастрофа. И современные самолеты – это просто единичные штуки. В Сирии, кстати, бомбят пустыню старые образцы наших самолетов, а новые образцы есть, только некому на них летать. И они в штучном варианте. Несколько штук, может быть, там есть, но воевать на них некому. Нет подготовленных пилотов, нет налетных экипажей. Общий внешний долг страны и в долларах США на середину 2014 года примерно равен величине консолидированного бюджета Российской Федерации 2012 года. Смотрим, какое стремительное возрастание. Всякие разговоры о том, что СССР был опутан долгами – это просто смешно. В сравнении с тем, как опутан долгами сегодняшняя путинская Российская Федерация. Просто катастрофа. Имеется в виду, конечно, общий внешний долг, не только государственный, но и корпоративный. Обычно этот внешний долг корпораций гарантирован государством, поэтому это тоже лежит на плечах государства. Общий внешний долг на душу населения в тысячах долларов США. То же самое мы видим в 90-е годы. Это просто смешно было говорить о том, что у нас такие были тяжелые долги. Вот какой рост при Ельцине и какой рост при Путине. При Путине и Медведеве рост на душу населения этих заимствованных колоссален. То есть вся наша мнимая радость от благополучия не стоит ничего, потому что долги придется возвращать. А долги эти привели к чудовищному обогащению олигархии. Мы-то даем всей страной в долг, а используют только они. Среднегодовая численность промышленного персонала, работников промышленных организаций падения и не подлежит восстановлению. Среднегодовая численность работников организаций в машиностроении. Сумма работников подотрасли производства машинного оборудования, производства электрооборудования, электронного оптического оборудования, производства транспортных средств и оборудования. То есть ключевые отрасли падения и никаких беспросветных падений, никаких перспектив восстановления. Много еще здесь графиков, много графиков, но, наверное, все, все-таки мы все пройдем графики Пусть нам будет тяжело, но мы пройдем все графики, чтобы в одном месте, в одном материале был вот этот полный набор всех аргументов По сельскому хозяйству идем поголовье крупного рогатого скота в границах РФ, миллионок голов При Горбачеве максимальная численность, потом катастрофа и все, беспросветная ситуация на сегодняшний день Поголовье скота в Российской Федерации в миллионах голов После 2000 года рисунок дополнен официальной статистикой А здесь получается всего, и коровы, и свиньи, просто разбивка по коровам и свиньям И более подробный график, начиная с 1870 года Мы видим, что серьезные различия, конечно, есть по поголовью, но и по численности населения есть Если на душу населения это поголовье разбить, то, может быть, советский период не сильно будет отличаться от Российской империи Но потом катастрофа и никаких перспектив ее преодоления Поголовье крупного рогатого скота, тоже начиная с 1917 года, можно сказать, крупный рогатый скот рост Потом крах 90-х годов и беспросветная ситуация к нынешнему К нынешнему моменту, в том числе коровы Число голов коров на 10 человек населения Мы видим, было в 2015 году, катастрофа произошла, она очевидна из этого графика Поголовье свиней, овец и коз в хозяйстве всех категорий С овцами и козами катастрофа произошла и никаких перспектив Со свиньями тоже катастрофа, пытаются ее преодолеть, но за 25 лет не смогли этого сделать Поголовье птицы в хозяйстве всех категорий Рост, крах, попытка преодолеть этот крах Уже примерно такой же график мы видели Производство молока в хозяйствах всех категорий Российской Федерации Рост, крах и никакого выхода из этого краха Производство цельномолочной продукции Здесь крах еще более очевиден Попытки преодоления этого краха тоже более очевидны Но и неуспех тоже совершенно очевиден Посевные площади всех сельскохозяйственных культур, всех категорий То же самое, видим примерно то же самое И больших различий между Российской империей и СССР Незаметно, если на душу населения количество пахотных земель учесть То, наверное, будет примерно одно и то же А вот при Ельцине и Путине Ну а при Ельцине и при Путине просто происходит зарастание полей Производство зерна в РСФСР и в РФ Миллионах тонн падения Попытка преодолеть это падение Так за 25 лет и не вышли на уровень 90-го года Потребление зерна на душу населения Верхний график и доля экспорта в использовании зерна Зерна все больше мы экспортируем Доля у нас увеличивается до 20% А потребление на душу населения падает как упало в 95-м году Так к 95-му году так и остается примерно одинаковым Производство зерна Веси после доработки Ну здесь примерно одно и то же Чуть-чуть падение Ну вот с 90-го года Примерно одна и та же ситуация Валовый сбор картофеля в хозяйстве всех категорий Относительно стабильно все Стабильное падение происходит Ну как и падение численности населения в нашей стране Производство комбикормов Катастрофы после катастрофы 25 лет попытки ее преодоления не оказавшиеся успешными Производство кормового микробиологического белка Товарного продукта в тысячах тонн Катастрофа и продолжение этой катастрофы Никому этот вопрос не интересен Производство тракторов в Российской Федерации Что-то тоже уже подобное мы видели Подобный график Крах И от этого краха никто избавляться не собирается Производство тракторных прицепов и полуприцепов Тоже не нужны они Хотя производство достаточно простое Производство доильных установок Вообще не нужны С 2005 года пытались что-то восстановить Но тоже безнадежно Безнадежная ситуация Выпуск зерноуборожья кабайнов В Российской Федерации Катастрофа И наверное только один Россельмаша работает А выпускает за всю страну И то в основном из иностранных комплектующих Выпуск картофелеуборочных комбайнов Не нужны Ноль Как был при Ельце не так и остался Выпуск кормоуборочных комбайнов В тысячах штук Здесь был выпуск картофелеуборочных комбайнов А вот выпуск кормоуборочных комбайнов Почти ноль Тоже не нужны Производство сельхозтехники Тракторные плуги Катастрофа и практически ноль Число зерноуборочных комбайнов В сельскохозяйственных организациях Стабильно падает С 1985 года И сейчас уже практически их не остается Число кукурузоуборочных комбайнов В сельском хозяйстве Тысячах штук Катастрофа И до свидания Почти ноль И никто не собирается Восстанавливать производство Число кормоуборочных комбайнов В сельскохозяйственных организациях Падает И больше их не будет Число свеклоуборочных комбайнов То же самое Как убирать вообще урожай, чем они убирают урожай, я не понимаю Число льноуборочных комбайнов, тоже катастрофа, все, приходим в ноль, не будем вообще производить этот вид продукции Число картофельноуборочных комбайнов в сельхозорганизациях, тысячах штук нету Картофель будем руками выкапывать или, наверное, иностранными комбайнами Парк спецмашин, дождевые и поливальные машины установки, верхний график Машины для внесения в почву минеральных удобрений Тоже практически не нужны на сегодняшний день Парк доильных установок, катастрофа, практически не нужны Парк плугов в сельскохозяйственных организациях, не нужны плуги Парк сейлок и культиваторов, не нужны Нагрузка пашни на один трактор, тысячах штук Нагрузка все больше и все больше, потому что тракторов все меньше, соответственно, нагрузка все больше Число зерноуборочных комбайнов на тысячу гектар, катастрофическое уменьшение Число тракторов на тысячу гектар, катастрофическое уменьшение Нагрузка посевных площадей на один зерноуборочный комбайн Увеличение этих комбайнов все меньше, скоро не будет совсем Увеличение будет катастрофическое сокращение площадей, которые обрабатываются Число работников в сельскохозяйственных организациях Стабильное падение, скоро их совсем не останется Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства Аппарата Органов государственного хозяйственного управления Сферы финансов, кредитования и страхования Вот три сравнения Кредиты, финансирование, это вот график пошел вверх Финансирование сельского хозяйства относительно кредитных организаций вниз И на прежнем уровне, с небольшим вырастанием процентов на 20 Это управление То есть у нас управленцы примерно на том же уровне получают В сопоставимых, видимо, ценах на численную заработную плату Здесь с 70-го года рост на 20% Кредитные учреждения в 2,5 раза увеличили Свою зарплату относительно остальных И сельские работники потеряли примерно вдвое зарплату Ну и естественно, что сельского хозяйства скоро очень не будет при таких тенденциях Число постоянных дошкольных учреждений в тысячах штук И численность у них детей в сельской местности Катастрофа Катастрофа, школы не нужны И количество детей там все время падает Что у нас? Численность детей, но в последнее время возросло Возросло, но очень незначительно С 2000 года какой-то незначительный рост не очень понятный Численность учащихся в общеобразовательных школах РССР и РФ В целом уже не только по сельской местности Падение, ну как падает численность населения Вот все разговоры о том, что численность населения растет вранье Все это по числу учащихся мы видим, что никакого роста нет Ну все, мы просмотрели, еще раз покажу обложку этой книги Юрий Петрович Савельев Профессор, доктор технических наук В прежние годы был ректором известного вуза военмех Который сейчас достаточно славен подготовкой военно-промышленных кадров Но после того, как все стало рушиться в стране Юрий Петрович выступил, он известен также как автор доклада Альтернативного доклада о событиях в Беслане Известной трагедии с массовым убийством детей и взрослых в школе 1 сентября 2004 года И вот тогда вся ложь всех этих правоохранителей так называемых Была Юрием Петровичем вскрыта И он показал, что в Беслане состоялось планированное убийство заложников Теми, кто должен был на самом деле их освобождать и спасать Приказ пришел, по всей видимости, из Кремля И истребление заложников было просто способом разрешить ситуацию Самым примитивным образом Взорвать спортивный зал, в котором содержались заложники Сделав вид, что на самом деле это сделали вот эти боевики Конечно, они тоже преступники, бандиты Подлежат уничтожению Но те лжецы, которые говорили о том, что это бандиты взорвали зал заложниками Они подлежат такому же преследованию, как и вот эти бандиты Ну, бандиты-то получили свое А вот бандиты, которые действовали скрытно и разрешали по требованию Путина ситуацию Через массовые убийства Они еще должны быть разысканы Должна быть вся эта ситуация вскрыта в подробностях Основа для этого есть документальные материалы Собраны тоже Юрием Петровичем Савельевым А здесь под эгидой КПРФ вышла вот эта книжка Реальная экономика советской и современной России Цифры против мифов К 25-летию антисоветского переворота в России Ну, КПРФ это такая организация, которая имитирует скорее оппозиционность Поэтому и тираж очень небольшой Хотя можно было издать в более масштабном формате И побольше графики эти сделать Действительно очень серьезная работа, статистическая Вся статистическая информация собрана Это тоже, можно сказать, книга, которая должна изучаться всеми историками современной действительности И теми, кто занимается политикой Не важно, что здесь стоит вот этот значок КПРФ Ну, как известно, есть такой вид животных Многие животные помечают свою территорию Вот эти тоже помечают свою территорию Я думаю, что многие издательства готовы были бы лучше и в большем количестве Издать эту книжку Юрия Савельева Ну, вот так получилось, что вперед забежала вот эта группировка КПРФ Я надеюсь, что эта книга еще претерпит не одно издание Это уже второе издание, дополненное И та статистика, которая собрана, показывает глубину преступных деяний Ельцина, Путина, Медведева И всех их сторонников Кто сочувствует этим преступникам, конечно, не может быть, не может считаться ни патриотом нашей страны Ни честным гражданином, ни вообще человеком, который имеет хотя бы минимальные зачатки совести Вот отстранение всей этой, извините, кодлы от власти является самой насущной задачей сегодняшнего дня Для русского движения прежде всего Это вопрос жизни и смерти Потому что из статистики, собранной Юрием Савельевым Следует прямо Наша страна подлежит уничтожению И уничтожается каждый день существования этой кодлы Давайте пожелаем себе в ближайшие годы сменить власть Конечно, не на либеральную, которая готовит свой реванш Во главе с Дмитрием Медведевым, Сергеем Собяниным и прочей шайкой Которая близка, очень близка к Путину А национальными силами русская национальная власть должна быть восстановлена Национальное государство Национальные элиты должны прийти к власти, которая действует в интересах подавляющего большинства граждан России Прежде всего, русского народа И чтобы мы продолжили историю, как писал Пушкин, такой, какой нам ее Бог дал Мы должны сменить антинациональную власть на национальную И провести новую индустриализацию России